Дети, я расскажу вам удивительную историю. Это длинная история? Не очень. Мы что, наказаны за что-то? Да, наверное, за какие-то наши грехи. 25 лет назад, ещё до того, как меня посадили в тюрьму за обзор Утомлённых Солнцем 3, у меня была совершенно другая жизнь. Вредное кино или почему не стоит смотреть адаптацию сериала, как я встретил вашу маму. Всё начало в 2010 году. Мне был 21 год, я только начал карьеру видеоблогера. Моя жизнь была прекрасна. Но меня постоянно просили сделать обзор на выходивший тогда русский сериал «Как я встретил вашу маму», который был точной копией американского сериала «Как я встретил вашу маму». И говоря точную копию, я действительно это имею в виду. Хотя, ну как? Вот как будто есть два брата-близнеца, только один из них успешный юморной кений, а второй, мало того, что брата плохо копирует, так ещё и родился на 6 лет позже. Да, это были бы странные близнецы. Вы можете скачать, что это дебильная и неправдоподобная аналогия, но мне всё равно, давайте сравнивать. «Как я встретил вашу маму». А сравнивать мы начнём с самого начала, с заставки. Смотря на них, вы можете заметить пару вещей. Во-первых, они, мать вашу, одинаковые. Ну, их сложно отличить, если вы не видели оригинал. Во-вторых, что русская версия, которая сейчас на экране, может похвастаться парой модных эффектов. Но на самом деле это всё не важно, просто я вас подготавливаю к прослушиванию музыкальных тем сериала. Итак, оригинал. И адаптация. Если я тебе доверюсь, постарайся не обмануть меня. Я умею притворяться тоже, только не хочу. Да, дорогие друзья, сегодня я вам скажу про уникальное природное явление. Два сериала, которые выглядят одинаково, но при этом один из них говно. Как будто нам мало было этой заводной песни. Отмечу, что американская заставка длится от силы секунд 10. Русская же в три раза длиннее. Потому что они хотят показать всех актёров. Смотрите, у нас Кучерявы есть. А есть парень, который изображает Барни. Круто, да? А теперь давайте на них всех ещё раз посмотрим. Это же весело. Нет, это не весело. Это совок. Может показаться, что я придираюсь, но на самом деле это основная беда сериала. Проблему можно сформулировать как отсутствие лёгкости. История та же. Парень Дима рассказывает своим детям, как встретил их маму. Где он молодой, со своими друзьями общается, веселится и попадает в комические ситуации. Но без лёгкости оригинал это уже не смешно. Конечно, я понимаю, что лёгкость это не какой-то рубильник, который кто-то забыл дёрнуть. Как говорил один известный архитектор со сложным многосоставным именем, который ей не способен запомнить, бог в деталях. Вот, например, внимание к мелочам. Смотрим сцену из русской версии. Вот скажи, если вы знакомы вот отсюда, то почему во флешбеке ты пьёшь совершенно из другого стакана? В оригинале не принялись отследить, чтобы стаканы были одинаковые. Вы можете назвать меня занудой, но мне всё равно. Продолжаем сравнивать. Иногда становится даже жаль авторов, потому что некоторые шутки они не смогли перенести, просто потому что до них не дошло, что это была шутка. Милаха Тед Мосби, бюджетная версия Джонни Деппа, который играет в оригинале, признался девушке в любви на первом свидании. Кажется, я влюбился в тебя. Что? Поэтому он себя неловко чувствует при использовании слова «люблю». Я люблю шоколадную глазурь. Нет, в смысле, я не люблю шоколадную глазурь, мне нравится шоколадная глазурь. Ну, то есть... Отечественный же Димон читает тот же самый текст. Но звучит это как «Ой, простите, я подобрал недостаточно соответствующий контексту беседы термин». Вот зашёл купить сельдь в осье. Знаешь, люблю селёд. Ну, не то чтобы люблю, но она мне нравится. Вот это за... Кстати, вы уже успели заметить симптомы той же болезни, что была у доктора Тырса? В оригинале сцены с репортажем планы сменяются каждые 4-5 секунд. Наши же по широте душевные все снимают одной камерой. Так отчего перетешить? Пускай зритель к деталям присмотрится. Мы же в театр пришли, а не сериал какой-то попсовый снимаем. Ой. Ну ладно, я всё же их похвалю за модное затемнение по краям экрана. Это сразу показывает, что автору не чужд вкус и присутствует изысканная душевная организация. А я знаю, чего вы от меня ждёте, когда я обращу внимание на местных актёров. Но тут даже говорить нечего. Всё, что я могу отметить, такое то, что двойник Татьяны Геворкян в роли русской Робины хотя бы красивая, в отличие от той наземки. То, что бесконечно бесивший меня в КВН Александр Смирнов удовлетворительно изображает Барни Стинсона. Мы сейчас идём в парк и будем строить гигантскую снежную бабу вот с такими гигантскими титьками. Это будет легендарно. И оденься потеплее, чтобы не отморозить морковку. Давайте признаем, что ни у кого не было шанса переплюнуть Нила Патрика Харриса в этой роли. Да, мы живём в таком мире, где бабника лучше всех играет гей. Ох, ирония, бисексуальная ты... Словесная конструкция, где истинный смысл скрыт или противопоставляется смыслу явному. Ох. И даже со скидкой на гениальность Нила Патрика Харриса. В игре местных лицедеев не хватает лёгкости. Да, я опять буду сравнивать сцены. Это отстойно. Отстойно? Или непредсказуемо всё-таки? Отстойно! Или непредсказуемо? Да, Димас, как-то тухло. Тухло? Или расслаблено? Тухло? Или расслаблено? Проблема в том, что они не изображают реальную жизнь. Они изображают актёров сериала, которые изображают реальную жизнь. Пальш в квадрате. Это проходит на третьем курсе факультета сериального копирования. В университете отсутствия своих идей. У актёров оригиналы есть то, что было у друзей. Что помогло сериалу, как я встретил вашу маму, удержать часть аудитории закрывшихся друзей. Они команда. Посмотрите любую из вырезанных сцен, и вы увидите профессионалов, которые наслаждаются своей работой и помогают друг другу. Периодически соприкасаясь с языками, да. Но я уже сказал, что в таком мире мы живём, что поделать. Awesome! К сожалению, ничего из этого о наших сказать нельзя. Ну какая они команда, если на приказ режиссёра изобразите разговор, они все и одновременно начинают говорить. Привет, Штёп, ты тоже был в Беге? Я видел так ловну, с тобой поддерживаю разговор. Слова, слова, слова. Как мило. Шутка. Пока. Да, смешно. Пока. Да, то, на что я указал, это мелкие недостатки. Но понимаете, когда каждая часть сериала хоть чуточку хуже оригинала, в сумме это даёт такое унылое уныние, что непонятно даже, кто захочет это смотреть. И напоследок. Вы заметили, что сериал практически по кадру копирует американскую версию? Вы даже могли видеть в сети ролики, которые сравнивают сцены, как я делал в этом обзоре. Но сейчас я вам покажу нечто уникальное. Я сам долго смеялся, когда первый раз попробовал сделать это. Ну вы понимаете, о чём я. Мы берём оригинал и берём копию. И одновременно их включаем. Привет, Тед, Аманда. А, Денис, извини, у тебя голос прям как у Аманды. Это Катя. Это Робин. А, Робин. Привет. Слушай, я очень хотела к тебе прийти, но застрял на работе, и мне уже кажется, что я живу там. Не жаль, что я пропустил вашу вечеринку снова. И всё, что я всё равно, мамаша. Ты что со мной, а? Полагаю, нет шансов, что ваша двухдневная вечеринка превратится в трёхдневную. Так и есть вечеринка, потому что сегодня. Мы ещё не закончили. Да, прошлой ночью все люди были в эксайзе, приезжали. Продолжай, братан, трёхдневный вечеринка, отлично, я буду там включать, но увидимся сегодня. Давай, приходи. Это поразительно. Даже звук периодически синхронизируется. Кто из вас мог подумать, что когда-нибудь такое увидят? То есть они не только взяли название, сценарий, но даже монтаж. Это не адаптация, это репродукция. Тут даже не стоит отдельно советовать посмотреть оригинал. Ну, кто будет наслаждаться фотками картин из журнала, если можете сходить в Эрмитаж. Если вы из таких людей, то срочно пройдите ТО в ближайшей поликлинике. Вас точно что-то барахлит. Это был третий обзор российского сериала, который копирует успешный западный сериал. Подряд. Дайте пять. И хватит с меня этих сериалов. Лучше боевичок какой-нибудь посмотрю, мне кажется. Сегодня подходящий для этого день. Это было Вредное кино, и теперь вы знаете, почему не стоит смотреть, как я встретил вашу маму. До встречи. ФИТЕР!